поиском работы можно заниматься в нескольких случаях но стоит начать с того что нужно сделать резюме резюме это основа это ваш определенный такой паспорт на ваши характеристики которые вы умеете и сейчас у вас будет вопрос так как мне его написать если у меня нет опыта но можно обратиться в кадровое агентство делаем за определенную плату это напишут либо можно заняться этим вопросом самостоятельно изучив определенные сайты по данной тематике вы сможете его писать либо попросить кого-то из друзей кто уже писал резюме или у кого это хорошо получается также можно просто не писать резюме обращаться в другие места там писать самостоятельно как минимум каждый раз кого будете писать о себе это за ним займет у вас очень много времени если один раз потратить час времени то в дальнейшем вы его сэкономите когда вы не будете написывать тот же материал каждому друг другу тем более вы можете забыть какие-то особенности которые вы учитывали в прошлый раз и написав один раз резюме вы можете потом его дополнять когда вы поймете что что-то вы пропустили либо вы приобрели новый навык если вы допустим уже создали резюме она у вас адекватное все там есть вы разместили фотографию свою указали контакты и так далее то можете размещать свое резюме на сайтах такие допустим как head hunter авито работа ру в любой социалке допустим в к или опять же обратиться в кадровое агентство предоставить свое резюме если вопрос касаемо резюме у вас все-таки беспокоит вы не знаете пишите в комментариях если наберется достаточное количество комментариев я соответственно сниму отдельное видео на эту тему итак продолжаем вопрос размещения вакансии мы разместили на этих сайтах да то есть нужно указывать номер телефона свой правильный нужно уметь отвечать на звонки потому что если работодатель звонит вам один раз и вы не отвечаете на звонок вряд ли вам он вам перезвонит в следующий раз потому что нужно понять ваша корона вы может мешать это очень важно потому что есть другие люди которые ответят на звонок и буду себя адекватно вести и они скорее всего будут иметь больший шанс для устройства на работу потому что если вы без опыта работы тут уже играет такой фактор как чем быстрее тем лучше продолжим вопрос поиска работы и касаемо до вашего резюме это найти вакансии от лаборатории и на эти вакансии отправить свое резюме либо позвонить я предлагаю вам второй вариант необходимо позвонить в лабораторию и спросить нуждается ли данная лаборатория в технике если нуждается то сказать что вы скоро пришлете резюме и уточните адрес для отправки потом соответственно перезвонить и тогда можно узнать актуально не актуально потому что не нужно думать что вам все обязаны допустим руководителя лаборатории много свободного времени на раз думаете вы нет на самом деле не так мне очень много задач которые нужно решать и у него времени не так много и лучше очередной раз напомните себе но запомните вам никто ничего не обязан это вы обязаны быть пунктуально в этим вежливы и отвечать на звонки и проверять почту если вы отправили по почте свое резюме помимо этого вода можно позвонить в лабораторию которая ищет допустим зубного техника без опыта но указывает что она готова заплатить деньги можете предложить поработать бесплатно тем самым показав себя что вы являетесь человеком который достойно этого места и на вас не нужно будет тратить деньги то есть вероятность ошибки будет сведена к нулю тем самым работодателю будет проще это дело сделать либо какую-то минимальную ставку которая вам необходима потому что есть люди которые приехали устраиваться на работу с других допустим городов и им нужно кольца определенное денежные средства до чтобы здесь жить там в городе где они решили трудоустроиться если них нет возможности тогда я понимаю что это будет не на вашей стороне но на что-то приходится идти чтобы этот гребаный опыт накопить также можно договориться на таком варианте как заплатить деньги за обучение о чем мы говорили ранее да и тем самым вы можете остаться в этой лаборатории если вы понравитесь этим людям я ним будут нуждаться в новых сотрудников как вариант принципе вполне возможен